Таджики Трудовым мигрантам из Таджикистана, работающим на хлопководческом предприятии в Армавирской области Армении, не выплатили заработную плату. Пятеро таджикистанцев 7 марта собрались у здания правительства на площади республики в Ереване. Ну они 10 человек не дали, где-то 15 тысяч долларов. По словам мигрантов, хлопководческое предприятие бизнесмена Гагика Хачикиана задолжало им в целом около 15 тысяч долларов. Как рассказал трудовой мигрант Абдулло Хайрула журналистам, семеро их товарищей, не дожидавшись денег, сумели выехать домой, а вот они, оставшиеся в Армении, без этих средств не могут вернуться к своим семьям. В руках таджикских демонстрантов плакат с требованием выплатить им заработанные деньги. Мы работали с мая месяца, выращивали хлопок, работали до осени, нам не заплатили, говорит Хайруло. Его поддержал товарищ, сказав, что им выплатили зарплату всего за три месяца, а теперь люди ждут своих денег, чтобы уехать на родину. Мы ждем деньги, чтобы забрать, ехать домой, ну там семья там нас ждет, дети, внуки, все. Министерство промышленности Таджикистана призвало китайскую золотодобывающую компанию «Пакрут» увеличить добычу золота в Таджикистане. Об этом пишет информационное агентство «Орегнум» со ссылкой на прислужбы ведомства. Заробиддин Файзул Лозада на встрече с генеральным менеджером ООО «Пакрут» Чжаном Ганом призвал китайскую сторону принять незамедлительные меры для увеличения объема выпуска сырья и его переработки с получением конечной продукции. Напомним, что добычей золота в Таджикистане занимаются 10 компаний. Наиболее крупным золотодобывающим предприятием считается СП «Заравшон», на долю которого приходится порядка 70% всего добытого золота в стране и 70% основного капитала которого принадлежит китайской компании «Цзиньфен», в то время как лишь 30% принадлежит правительству Таджикистана. Также функционируют и десятки других предприятий по добыче золота, в основном иностранные, тем самым правительство Таджикистана не только допустило к недрам иностранной компании под предлогом инвестиций и разработки, но и стимулирует их к увеличению объема добычи драгоценных металлов. В статье 140 проекта Конституции, подготовленном одной из международных исламских политических партий, говорится, каждый гражданин имеет право воспользоваться общественной собственностью. Государство же не имеет права разрешать отдельным гражданам претендовать на обладание такой собственностью или только самим использовать ее. Также в статье 165 проекта Конституции говорится, запрещается использование иностранного капитала и его инвестирование в наших странах. Также запрещается предоставлять привилегии кому-либо из иностранцев. Мы попросили Жакирхона Думуло из Душанбе прокомментировать данные нормы. Что касается золота, то в нашей религии полезные ископаемые принадлежат всем людям, согласно хадису. Люди являются совладельцами в трех вещах – вода, пастбище и огонь. А что касается запретности иностранного капитала вообще, то данная норма основана на шариатском правиле. Средство, ведущее к запретному, само является запретным. Ведь ни для кого не является секретом, что иностранные компании имеют серьезное влияние в наших странах, не говоря уже о тех из них, которые занимаются разработкой полезных ископаемых. Секулярное правительство продает нашу землю и наше богатство за низкую цену, невероятно обогащая себя и своих родственников, и обрекая простой народ на нищенское существование и постоянное нахождение в трудовой миграции. 10 марта в соцсетях было опубликовано видеообращение заместителя директора агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана, Наргиза Саидовой с извинениями, по поводу ее комментария к публикации о многоженстве в Фейсбуке. Неделю назад Наргиза Саидова написала со своего аккаунта комментарий оскорбительного характера в адрес пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и матери правоверных Хадиджи, да будет доволен ее Аллах, что в свою очередь взбудоражил узбекский сегмент Фейсбука. В течение недели активные пользователи соцсети высказывались на своих страничках с осуждением и требованием к властям предпринять меры по этому поводу. В частности, они негодовали по поводу того, что вот такие личности с исламофобскими взглядами занимают высокие руководящие посты в госструктурах. Даже после публикации видеообращения, где Саидова просит извинения у мусульман, чьи чувства она задела, пользователи соцсетей требуют от властей уволить и привлечь ее к ответственности, так как считают ее извинения неискренними. По этому поводу высказался и бывший имам соборной мечети Умина в Ташкенте Фазледдин Парпиев, недавно вынужденно покинувший Узбекистан после начала репрессий в его адрес. Он также публиковал видеообращение в Фейсбуке, где сообщил, что считает извинения Саидовой неискренними, поскольку она использовала формулировку «если я совершила ошибку», то есть она предполагает возможность своей правоты.